Добрый вечер! Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днём весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А как известно, надежда всегда умирает последней. И мало кто знает, что 1 марта это международный день борьбы с наркоманией и с наркобизнесом. И сегодня наш гость именно по этой теме. Это директор научного центра наркологии Минздрава России Андрей Генрихович Врублевский. Здравствуйте, Андрей Генрихович. Добрый день. Андрей Врублевский, 43 года. Лечащий врач-нарколог. Закончил 2-й медицинский институт. Занимался психиатрией. Сейчас его профиль – избавление больных от наркотической зависимости, а проще говоря, лечение наркоманов. В 89-м году защитил докторскую диссертацию на тему наркомания и алкоголизм. С июля 91-го года Врублевский возглавляет Государственный научный центр наркологии при Минздраве Российской Федерации. Итак, сегодня международный день вот этой борьбы. А можно ли бороться вот такими днями, такими неделями, такими месячниками? Как помните, месячник безопасного движения был? Ну, я думаю, что почему нет. В принципе, это одна из основных частей, так сказать, формирования общественного мнения у людей, привлечения их внимания к тому, что есть такая проблема, во-первых, ну и во-вторых, раз это проблема, ее надо решать. Хорошо. Весь мир борется с проблемой наркомании очень активно и уже достаточно давно. Россия, ну, скажем так, официально признала, что у нее есть эта проблема не так давно. Насколько в мировой процесс борьбы с наркоманией влилась Россия? Или же какие шаги она предпринимает для этого? Ну, я должен сказать, что, в общем-то, весь мир тоже не очень давно борется с этой проблемой. Это вообще проблема 20-го века, второй половины особенно 20-го века. В Соединенных Штатах она стала проблемой в 60-х годах, в Швеции попозже и так далее. Я должен сказать, что Россия просто, ну, тогда Советский Союз не афишировал то, что есть такая проблема. Но проблема была. Потому что, скажем, я с 80-х годов возглавлял отделение наркоманий в нашем центре. Ну и так далее. И существовали стационары, где лечились больные. Поэтому... Уголовная ответственность была за это, если я не ошибаюсь? Нет, неправильно. Уголовная ответственность была за, вы имеете, запотребление наркотиков. Была. Ну, в частности, только в ряде республик. Киргизии, например. Но эта статья не работала. А в России нет? В России не было. Никогда. Запотребление... Вернее, было один короткий период, буквально, так сказать, в течение нескольких лет. Но это уже после начала перестройки. Вы сами сказали, что в разных республиках по-разному это трактовалось. Сейчас, в связи с распадом СССР, борьба с наркоманией может привести, опять-таки, по тому, как она ведется, традиции, местные условия. Где-то растет, где-то не растет. Это может привести к колоссальной вспышке. Небольшая вот цитата по этому поводу. Прошу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Огромный поток беженцев, экономический кризис и многие другие факторы. Среди которых не последнее место занимает легализация употребления наркотических средств в России. Независимая газета. 18 мая 1994 года. Вы ощутили проявление всех этих факторов уже на своей работе? У вас стало больше клиентов? Вы знаете, нет, не могу сказать. Их было достаточно много всегда. Это сказать, в последние 10 лет. Рост ведь начался не сейчас. Потом я просто хотел бы краткий комментарий к цитате в отношении легализации. Это юридически неграмотный термин. Легализация у нас легализованы алкоголь и табак. То есть, когда они продаются и изготавливаются на государственных предприятиях. Это называется декриминализация. Когда вас не сажают в тюрьму, извините за то, что вы храните определенное количество наркотиков, скажем, марихуаны для личных потребностей. Только административное наказание. Поэтому это декриминализация. Это не легализация. А какая ситуация? Легализованы только в Голландии. Я понял. Только в Голландии. Только в Голландии и плюс... А Швейцария? Нет. Курение марихуаны легализовано. Только марихуаны. И только в Голландии. И только в определенных местах. Так называемый кофешоп. То есть, это, собственно говоря, небольшие бары, где вам подается меню. И там разные виды марихуаны. Вот я был там, так сказать, и видел это все. Пробовали? Пробовал, да. В компании. Но я не нарушал голландские законы. Нет, я понимаю. В компании с врачами. А что вы пробовали? Марихуану. Марихуану. Какие ощущения? Ну, дело в том, что мне не понравилось. У меня наступило такое состояние, немножко, так сказать, напоминающее головокружение и сонливость. Вот. А голландские психиатры, пусть они на меня не обидятся, они, в общем-то, чаще это используют. Покуривают. Покуривают, скажем так, да. Я был в домах, это видел. Поэтому они-то более привычно. Ну, а ощущение было такое, как вот, если, вот, скажем, когда человек первый раз сигарету берет. Обычную просто. Я первый раз закурил и упал в обморок. Просто на две секунды потерял сознание. Мне, в общем, стало немножко плохо. Я заговорил в позднем возрасте, в 22 года, и эффект был сногсшибательный, в прямом смысле этого слова. Наркотики и уголовный кодекс. За что преследуется? За что людей могут привлечь к уголовной ответственности? Ну, в общем-то, за все, скажу коротко, мехинации, так сказать, манипуляции, связанные с наркотиками, исключая только... То есть транспортировка, изготовление, вот это хранение. Да, исключая только потребление. Так, потреблять наркотики за это вас не посадят? Нет, не посадят. То есть вы можете индивидуально калечить свой организм до той степени, какой вы считаете возможным? Да, единственное только, что тут есть один маленький нюанс. Для того, чтобы потребить, вы должны купить. Вот когда вы пойдете покупать, и в момент покупки, естественно, вы нарушаете уголовную статью. Скажите, насколько сильно и кто, помимо милиции, сейчас борется с наркобизнесом? Ну, конечно, во-первых, помимо специальных управлений, которые есть в структуре МВД, так сказать, и территориальных органов, это ФСК. Ну, раньше это был КГБ. Естественно, потому что наркотики идут транзитом, и идут не только транзитом, и идут просто в нашу страну, через различные границы, из Афганистана, там, отовсюду. Насколько изменился, вы можете судить по клиентам, изменилась типология наркотиков? Она расширилась, расширилась. Просто, скажем, например, ну, трудно представить, чтобы раньше кокаин мог легко попасть в нашу страну в силу, так сказать, твердых границ и закрытостей. Сейчас это легче. То есть, ассортимент, он раньше попадал, ассортимент расширился, и те наркотики, которые, вот я говорю, ЛСД, скажем, кокаин были не, ну, единичные случаи, они стали легче попадать. Понятно. Полгода назад был разработан федеральный закон, проект, вернее, я сейчас даже прочту, чтобы не ошибиться. Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 94-96 годы. Хоть какие-то из этих мер перешли из бумаги в действительность? Нет, ну, во-первых, закон это только, насколько мне известно, я могу, конечно, ошибиться, но, насколько известно по последним данным, этот обсуждался на специальной межсвестерственной комиссии под, так сказать, руководством Шахрая. Вот, но дело в том, что он еще дума и не одобрен, закон и незакон в обороте, поэтому он в силу не вступил. А каким образом, если этот закон вступит в силу, он поможет в борьбе с наркоманией и с наркобизнесом? Вопрос только в том, что закон, конечно, совершенно правильный, и закон идет в рамках той программы, которая делает специальная программа при организации объединенных наций, то есть он вписывается в эту программу. Но вопрос, как он будет реализован. Если так, как раньше, те законодательства, они тогда были закрыты при советской власти, в отношении алкоголя, они были открыты, в отношении наркотиков закрыты, то тогда они фактически мало реализовывались. Ну, если будет реализован, то поможет. Понятно. Вы знаете, я сейчас себя ловлю на ощущение, вот сидит какой-нибудь сейчас обдолбанный, обкуренный, ну, там по-разному называют, смотрит на наш разговор, что он там несет, зачем это все, ну, курю я и курю. А вот скажите, причины, по которым люди могут бросить, и где та черта, после которой это уже невозможно? Вы знаете, этот вопрос сложный, я отвечу очень просто. В 1986 году я выступал перед, в доме медика, там собрались люди, так сказать, которые употребляют наркотики. Ну, когнатно собрались все, я просто выступал перед ними. И они довольно агрессивно начали вести себя, и спрашивая, мол, что ты к нам привязался, ты сам ничего не понимаешь, и так далее. Ты сам-то пробовал? Ну, настоящие наркотики. Я говорю, нет. А почему? Я говорю, ну, потому что я боюсь, потому что можно привыкнуть с одного раза, с двух, с трех. То есть, ну, незаметно втягиваются люди. Я недавно, пару дней назад смотрел, больного привезли, ну, из благополучной семьи, ну, хороший мальчик. Вот как он втянулся? У него год, стаж, год. Вот. Совсем недавно, первый раз, год назад попробовал, а сейчас он уже имеет большие проблемы. То есть, здесь, это, в общем, исчисляется месяцами. Особенно касаясь, так сказать, вот достаточно... Черта возврата. Вот, я говорю, черта вернуться очень трудно, потому что это же проблема не просто... Во-первых, это молодежь. Они склонны к групповым формам поведения. Во-вторых, наркотики достаточно сильные. И потом, это, ну, свой стиль жизни, времяпровождение. Понимаете? Поэтому здесь обычно, обычно, когда они начинают вращаться в данном кругу, то, собственно говоря, они не замечают, как переходит эту грань. Понятно. Небольшая статистика по этому поводу. Будьте добры. На вопрос, что побудило вас впервые принять наркотик, 10,5% опрошенных ответили – любопытство. Причем, особенно любопытными оказались мужчины в возрасте до 30 лет. На втором месте среди причин употребления наркотиков – желание забыться и уйти на время от жизненных невзгод. По оценкам экспертов, сегодня от 3 до 5% населения России постоянно употребляют наркотики. Среди подростков эти цифры в 3-4 раза выше. Некоторые специалисты считают, что через 3-5 лет у нас можно ждать настоящей эпидемии наркомании. Как вы? Разделяете эту точку зрения или нет? Вполне возможно. Я только хочу сказать, чтобы не думали, что вся проблема в том, что у России, скажем, такие политические пертурбации и экономические неурядицы. Проблема, я уже сказал, проблема 20 века – это международные проблемы. И вспышки происходят трудно сказать по каким причинам. В Америке, скажем, это совпало, по крайней мере, с движением хиппи. У нас действительно сейчас тоже различные проблемы, связанные с перестройкой, с разрушением границ и так далее. Возможно, конечно, к этому идет. Другое дело, что все равно наступает момент, когда эта вспышка кончается, то есть рынок насыщается наркотиками. Как произошло сейчас в Соединенных Штатах Америки. Как произошло в Швеции. К чему это ведет? К насыщению, к стабилизации числа, так сказать, наркоманов. Числа больных наркоманий. Достаточно большому числу, но к стабилизации. И самое интересное, что ни один из серьезных специалистов в области профилактики, скажем, и в области социологии, он никогда не скажет, что, вы знаете, наша программа, которую в Америке внедрили, вот она привела к тому, что это стабилизировалось. Скажите, а насколько, ну скажем так, можно проследить связь между алкоголизмом и наркоманией? Бывают ли алкоголики наркоманы? Или же это, наоборот, две вещи абсолютно несовместные? Люди, которые принимают наркотики, не принимают алкоголь, условно. Да, понятно. Ну, в общем-то, скажу так. Значит, традиционно, скажем, в бывшем Советском Союзе в начале 20-х годов и в других странах, да, действительно, были совершенно разные люди. Морфинисты были, которые никогда не пили спиртное. И даже у нас были в 60-х годах, или те, кто начинал. И, так сказать, больные, которые употребляли спиртное, естественно, не кололись. Но в последнее время тенденции, как у нас, так и в мире, к тому, что очень часто можно встретить людей, имеющие и те, и те проблемы. Я знаю, что президент Грузии Эдуард Шварднадзе в прошлом году прошел тест на наркотики и, ну, скажем, призвал к этому уже всех своих министров. Как вы считаете, если сделать такой тест среди высоких руководителей нашей, чуть не сказал партии правительства, значит, нашего правительства, окружения президента, думы, как вы думаете, есть среди них наркоманы? Можно без имен? Ну, имена я все равно принести не могу, потому что я точно не знаю. Да, потому что доказать невозможно. Доказать невозможно, точно не знаю. Но я думаю, что, понимаете, в общем-то, тест дал бы эффект в том случае, если их, скажем, проверяли бы через день. Потому что они, за исключением марихуаны, которые можно обнаружить, так сказать, следы при анализах и в течение двух-трех недель, вот остальные все довольно быстро разрушаются. Поэтому надо делать тесты через день. Или анонимно. Какой наиболее безопасный, как вы считаете, если можно вообще об этом говорить, нет, наркотик? Ну, конечно, марихуана. Марихуана? Хотя... Ее даже, я слышал, в Америке хотят легализовать, да? Или нет? Нет. Значит, в Америке давно в ряде штатов, с 73-го года, в первый раз в штате Орегон, была декриминализация. То есть перестали... Преследовать за курением марихуаны. Совершенно верно. Уголовном порядке. Значит, потом еще 11 штатов довольно быстро присоединилось. По словам полиции, эффект был такой. Значит, число курильщиков не возросло. Ну, а силы полиции освободились и были прикинуты на другие дела. Скажите, вот по сравнению с, ну, скажем так, с глобальными бедами нашего общества, наркотики не занимают, наверное, большой процент, вот, если брать беду большую, как таковую, общую. Я думаю, что занимают. Занимают. Все-таки занимают. Думаю, что они правы, потому что они поражают молодежь. И, кстати говоря, людей далеко неординарных. Вот. И из достаточно высокоразвитых и интеллектуальных семей. Признаки наркомана каковы, если можно определить так вот внешне? Или это все сугубо индивидуально? Нет, ну почему? В общем-то, конечно, можно. Ну, во-первых, у него меняет стиль поведения. То есть, он, собственно говоря, все другие активности потихонечку из жизни уходит. То есть, он становится пассивнее? Нет. Просто его жизненная, так сказать, активность сосредоточена на добывание наркотиков. А потом на получение, так сказать, удовольствия от них. Вот, естественно. Понятно. Очень много звонков. Давайте я даже немножко отступлю от наших правил и сразу начнем со звонками. Прошу работать. Итак, первый звонок. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, я в одном журнале читала, в нескольких статьях, что в разумных количествах потребление алкоголя или, скажем, курения не приносит большого вреда организму, а иногда даже и наоборот. А что вы думаете по этому поводу? Ведь это тоже наркотики. Так. Ну, алкоголь и курение сигарет официально к наркотикам не относятся в соответствии с конвенцией. Что касается небольшого количества употребления алкоголя, то совершенно верно. Исследования, проведенные и у нас, и в ряде зарубежных стран, показали. И они были опубликованы, что, скажем, умеренное употребление, ну, скажем, 20-30-40 грамм спиртного в неделю, так сказать, позволяет уменьшить... В неделю? В неделю, да. 20-40, может быть, 60, ну, в этих пределах. Ах, они. В этих пределах, да, чуть-чуть, скажем, позволяет снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности с них. Это да, совершенно верно. Что касается наркотиков, то, во-первых, конечно, к ним это не относится, да и трудно представить, что человек употребляет наркотики эпизодически, так сказать. Так не бывает. Если втягивается, так втягивается. Если нет, так он перестает. Понятно. Следующий вопрос. Значит, вы говорите, что можно употреблять наркотики, да? Это не заключается Головным кодексом. А транспортировать и покупать нельзя. А какое количество наркотиков я имею право иметь при себе, если я употребляю наркотики? Понятно? Логичный вопрос. Да, вопрос логичный. Ну, скажем так, я продолжу и доведу до абсурда мысли. Врываются ребята, которые занимаются этой проблемой, ко мне в квартиру. У меня лежат там килограмм 15 соломки. Я говорю, ребята, мне это на всю жизнь. Нет, я, может быть, не точно сказал. Так и всё. Не преследствует уголовный порядок, насколько я знаю, потребление. То есть, если вы... Что значит, так сказать, статья за потребление? Вот, которая была в Киргизии, например. Это значит, что если вы приходите и говорите, что я хочу лечиться, я потребляю наркотики. А, понятно. Понимаете? А когда у вас... Это же я говорил про американский... А когда находят у вас наркотик... Да. Но это уже хранение. Это уже хранение. То есть, здесь существует такой порядок. Если вы говорите, знаете, да, это я храню и хочу добровольно лечиться, то фактически от уголовного ответственности вы освобождаете. Что касается доз, то в Америке это 22,5 унций. А у нас? А у нас нету просто там доза. А у нас просто, понятно. И 100 долларов штрафа за хранение таких административных наказаний. Ясно. Ребята, все сдавайте наркотики. Так, следующий вопрос. Я бы хотела узнать, как попасть в наркологический центр и где он находится, или хотя бы номер телефона. А, пожалуйста, 358-4129. 358-4129. Да. Это клиника нашего центра. Где находится? В Кузьминках клиника. Москва? Москва. Ставропольская улица, дом 27. Благодарю вас. Следующий вопрос. Пусть в Рублевске скажет, количество наркоманов до перестройства времени больше или меньше, чем в настоящий момент? До перестройки наркоманов было больше или меньше, чем в настоящий момент? Меньше. Потому что их не ставили на учет многих и скрывались люди. А сейчас, ну скажем так, можно же полечиться, открыть. Нет, почему? Дело не в этом. Значит, мы анализировали за последние 10 лет с 83-го года. По 93-й год. Так. И тенденция к росту довольно стойкая. А тем более в последние годы, наоборот, на учет почти никого не ставят. Потому что, фактически говоря, с 89-го года, вот, то борьба с алкоголизмом и наркоманией, она, в общем-то, в густарственном порядке закончилась, так сказать, какая была после 85-го года. И поэтому число наркологических учредений уменьшилось. Но число учтенных больных увеличилось за последние годы в два раза. Понятно. Учтенных. Тенденция эта четкая. Еще один поворот в этой теме, может быть, не очень приятный для вас, как для врача. Будьте добры. Наркологические и психиатрические лечебницы отличаются, так сказать, своеобразными условиями. Президент независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко, например, считает их университетами наркомании и алкоголизма, где пациентам, истосковавшимся по кайфу, не составляет особого труда достать желаемое. Причем нередко с помощью медсестер и даже врачей. Известие 27 сентября 1994 года. Как часто вы сталкивались на практике с подобным случаем? Я думаю, что большая доля правды в этом есть. Совершенно верно, конечно. И правда здесь связано не столько, конечно, с медсестрами и другим медицинским персоналом. И сталкиваемся очень часто мы с этой проблемой. А связано это с тем, что обычно, в общем-то, все-таки это недостаточно, не очень-то закрытые учреждения. Родственники приходят, посещают друзья и приносят наркотики. И больные через окна с помощью специальных прислаблений тоже самое, так сказать, их поднимают в земле. Ну, насколько я знаю, с этой проблемой также решается... Этот вопрос достаточно легко решается и в тюрьмах? Проносят и в камеры даже наркотики? Да, конечно. Хорошо, следующий вопрос. Прошу, господа. Добрый день, Андрей Сергеевич. Я знаю, что при женских монастырях существуют приюты для детей-наркоманов. Как вы думаете, насколько эффективно лечение наркомании и веры? Спасибо. Наркомания и вера. Спасибо, очень хороший вопрос. Конечно, таких приютов еще очень мало. Но, естественно, я считаю, что они очень необходимы. Потому что, собственно говоря, с помощью медицины просто лечить невозможно. Мы можем только снимать острые медицинские проявления, которые есть. А дальше, так сказать, для того, чтобы человеку нужна определенная духовность, нужно какое-то, скажем, занятие веры во что. Но опора должна быть в чем? Опора, он должен... Потому что ниша-то освободилась. Конечно, совершенно верно, в жизни ниша освободилась. Поэтому я считаю, что это очень полезно. И, кстати говоря, такие приюты во Франции, в Италии и везде, они все под гидроцеркви. Можно ли говорить о полном излечении наркомана? Если об этом можно говорить, то когда это происходит? Или же это хроническая болезнь на всю жизнь? Это хроническая болезнь на всю жизнь. Хотя ремиссии, то есть перерыв после окончания наркотиков составляет, может, и 5, и 10 лет. Но поэтому, в общем, даже в английском языке есть такое понятие. Там это популярно, вставать и признавать себе, скажем, я выздоравливающий алкоголик, или я выздоравливающий наркоман. Но именно выздоравливающий. Я всю жизнь выздоравливаю. А к алкоголизму это тоже относится? Абсолютно точно. Значит, это тоже хроническая болезнь? Совершенно верно, да. Боже мой. Вы меня напугали. Следующий вопрос. Вопрос, значит, такого плана. Как он относится к тому, что законодатели отменили, значит, статью, которая предусматривала уголовную ответственность за потребление наркотиков? Ну, я уже говорил на эту тему, так сказать. Я отношусь положительно. В этом у нас расхождение с МВД. Вот. И я как-то уже выступал по этому поводу. Потому что статья эта, я говорю, опять существовала, например, в Киргизии, все время в кодексе. А там очень много людей курит гашиш. И, так сказать, никто не был привлечен. И потом, если такую статью ввести, то фактически больные перестанут обращаться. Это я уже высказал с точки зрения, как врач. Лечение подобных больных алкоголизмом ли, наркоманией ли, это очень тонкий в психологическом отношении момент. Насколько, как вы считаете, персонал подготовлен к этому? Медицинский персонал? Ну, во всяком случае, медицинский персонал, вот средний сестринский персонал, так сказать, и врачебный персонал, я считаю, что в целом достаточно подготовлен. Просто, в отличие от ряда западных стран, где уже, так сказать, эту проблему уделяли больше внимания, у нас нет дополнительного персонала. Я имею в виду, не хватает психологов, и нет так называемых социальных работников. То есть, те, кто занимается, кто патронирует. Да, и адаптация психологической, разговоры. У нас все, конечно, совершенно верно. Педагогов специально подготовленных, конечно, нет. Вы все-таки с оптимизмом смотрите в будущее, или же с таким разумным пессимизмом? Очень коротко. Я с оптимизмом смотрю. Я благодарю вас, спасибо вам огромное за ту сложную и многотрудную работу, которую вы выполняете. Всего доброго, до свидания. Я прощаюсь с вами до завтра, а завтра час пик для Павла Бунича. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ